Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. 1 миллиард 800 миллионов рублей на строительство дорог. Такую сумму получат Самарской области с федерального бюджета. Дезинформация или реальная угроза, как относиться к сообщениям о группах смерти для подростков, заполонивших соцсети. События, которого ждали не одну неделю, основательницы финансовой пирамиды Юлии Жильцовой сегодня вынесли приговор. Зима развлечением не помеха, чем можно заняться в выходные в Ширяево. Итальянские зарисовки в художественном музее. В Самаре открылась фотовыставка Олега Давыдова. 1 миллиард 800 миллионов рублей получит в этом году Самарская область на строительство дорог. Это самая большая сумма среди регионов-участников программы «Безопасные и качественные дороги». В российском правительстве высоко оценили и поддержали проекты, которые реализуются в губернии, в частности к Чемпионату мира по футболу. Сегодня перспективы дорожного строительства обсуждали на совещании, которое в Самаре провел министр транспорта России Максим Соколов. Глава федерального ведомства выразил уверенность, что в итоге все масштабные стройки будут завершены качественно и в срок. Олег Зверев тоже оценил масштабы преобразований. До начала следующего года Самаре предстоит достроить объекты к Чемпионату мира по футболу и привести в порядок дороги местного значения. Средства на это будут. Правительство России предоставило для 63-го региона самое большое финансирование по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Миллиард 800 миллионов рублей губернии получат в этом году, еще полтора миллиарда в следующем. Самарской области уже удалось значительно обновить дорожную сеть, строятся мосты и развязки. А то, что городские улицы стали другими, отмечают и жители, и гости города. Теперь выделенные суммы почти втрое больше, чем в предыдущие годы. Эффект будет значительно выше. И более того, мы знаем цифру уже и 2018 года, что это тоже очень важно. Ориентироваться будем на эту сумму. И, конечно, для нас теперь вопрос вопросов. Значит, все правильно организовать и очень качественно все выполнить. В Самаре планируют привести в порядок Волжское и Красноглинское шоссе. Это больше 15 километров. Улицы Венцика и Фрунзе. Участок трассы Самара-Волгоград. За прошлый год уже отремонтировано более 90 дорог. Прорабатываются новые амбициозные проекты. В частности, глава города Олег Фурсов говорит о предстоящей реконструкции заводского шоссе, которое в перспективе может связать три главных моста. Сегодня обсудили и другие темы, актуальные в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу. В частности, аэропорт Курумач после реконструкции станет объектом на уровне столичных. Министр выразил уверенность, что к моменту проведения игр город будет обладать самой современной транспортной системой. Здесь ситуация в Самарском регионе тоже очень позитивная. Несмотря на то, что не все проекты, ну, наверное, это, естественно, идут как по маслу, но в целом мы уверенно смотрим в перспективу 2017 года, завершающего года по подготовке инфраструктуры чемпионату мира и все необходимые мероприятия, которые вошли в программу чемпионата, их в целом стратегии 31 по всей нашей стране, сомнений нет, они здесь будут реализованы, и таким образом подготовка транспортной инфраструктуры к чемпионату мира в Самаре будет обеспечена на самом высшем уровне. А в итоге все построенные к Мундиалю объекты будут еще долго после чемпионата служить городу и региону, делая его комфортным для проживания и привлекательным для развития экономики и туризма. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. Родители самарских подростков бьют тревогу. Социальные сети заполонили сообщения о группах смерти, которые вовлекают подростков в опасную игру, где финалом должен стать суицид. Тема получила резонанс по всей стране. СМИ сообщают о попытках самоубийства среди подростков, которые состоят в этих группах. В прошлом году на самарские телефоны доверия поступило 65 так называемых суицидальных звонков, в два раза больше, чем в предыдущие годы. Родители напуганы и не знают, чему верить и как уберечь детей. Ответы на эти вопросы искала Олеся Корецкая. Сообщения о группах смерти в социальных сетях разлетелись со скоростью света. Под подозрение попали сообщества с необычными названиями, образами животных, странными хэштегами и печальной музыкой, которые вовлекают детей в опасные игры, и финалом должен стать суицид. Примерно десятая часть участников этих групп – подростки из Самары. В самарских школах панику не поднимают, но родители все же предупредили. Провели собрание, рассказывает мама первоклассницы Ольга Павлова. Это говорит только о том, что эта информация является достоверной, и лишний раз обратить внимание на то, чем увлекается ребенок, чем он занимается, какие у него хэштеги в соцсетях, какие он завел страницы, мне кажется, каждому будет не лишним. Организатора главной смертельной группы, с которой все и началось, студента Филиппа Будейкина по прозвищу Лис, уже задержали в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в подстрекательстве к 15-ти суицидам, сообщает Следственный комитет. В социальных сетях мониторинг сообществ и видеороликов проводятся каждый день. Так называемые группы смерти под пристальным вниманием правоохранительных органов. Роспотребнадзор и Роскомнадзор каждый год блокируют тысячи подозрительных страниц. Мы проводим ежедневный мониторинг социальных групп, конечно, видим, но к нам какие-либо заявления, обращения от родственников, либо от воспитателей, либо от других лиц о том, что их дети, возможно, стоят в данной группе, не поступало. По статистике, количество самоубийств среди подростков за последние полгода не выросло, а даже идет на спад. Но вот суицидальное настроение среди подростков – явление нередкое. Только за 16-й год на единый детский телефон доверия поступило 8 тысяч суицидальных звонков от детей и их обеспокоенных родителей. То есть это достаточно высокая цифра, и вы знаете, что Россия занимает одно из первых мест вообще по подростковым суицидам. Поэтому, конечно, нам всем взрослым надо быть очень внимательным к тому, что происходит с детьми. В группы смерти чаще всего вступают подростки, у которых недоверительные отношения с родителями. Психологи уверены – ажиотаж в интернете только усиливает напряжение между родителями и детьми и вредит их отношениям. Я думаю, что в данном случае это затаскивают взрослых родителей в такой истерический диалог с собственными детьми. И здесь еще есть очень важный момент – это тема – любовь и смерть. В этом возрасте она очень тревожна. А родители на эту тему разговаривать не очень умеют. Родителям советуют быть внимательными, следить за настроением ребенка, интересоваться его жизнью и увлечениями. Остановить смертоносные манипуляции с детьми можно только совместными усилиями родителей, педагогов и правоохранительных органов. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События. Новый виток в громком деле Харитона Горячкина, который год назад избил до смерти свою трехлетнюю падчерицу. Вина в трагедии, возможно, лежит и на инспекторе по делам несовершеннолетних Ирине Маланчук. Именно она, по версии следствия, не забрала девочку из семьи, где ей угрожала опасность. В январе прошлого года врачи больницы Середавина сообщили в полицию, что к ним поступила трехлетняя девочка с кровавыми ранами и синяками на лице. В семью ребенка инспектор наведалась только спустя пять дней. По материалам дела матери девочки дома не было. Тогда Маланчук сама составила протокол ее опроса и попросила сожителя женщины Харитона Горячкина расписаться в нем. После этого, не проведя осмотр социальных условий, в которых проживал ребенок, не забрав его из семьи, где ему угрожала опасность, она вынесла незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А через несколько дней девочка умерла от полученных телесных повреждений в больнице. В убийстве девочки суд признал виновным Харитона Горячкина. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Инспектора Ирину Маланчук уволили из полиции в декабре прошлого года. Сейчас ее обвиняют в халатности и служебном подлоге. Восемь лет общего режима сегодня вынесли приговор создателю финансовой пирамиды Юлии Жильцовой. Напомню, жертвами мошенницы стали более сотни человек. По версии следствия, она организовала две компании – «Гелиус» и «Тиферет», которые обещали жителям высокие проценты по вкладам. Ставка могла составить 75%. После того, как обман раскрыли, выяснилось, большинство пострадавших – пенсионеры. Наш телеканал снимал передачу про мошенников, когда финансовая пирамида еще работала. Спустя три дня после визита наших корреспондентов офисы опечатали, снятые журналистами материалы приобщили к делу. Самарский авиационный завод принял на капитальный ремонт первый в 2017 году самолет Ту-154. Сколько всего воздушных судов запланировано отремонтировать заводом в этом году, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть в конце недели торгуется выше отметки в 56 долларов за баррель. Валюта дешевеет. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 59 рублей 31 копейка, евро – 63 рубля 81 копейка, золото стоит 2360 рублей, серебро – 33 рубля 94 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 59 рублей 80 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 35 копеек. Штрафы до 200 тысяч рублей будут получать страховые компании, которые отказываются продавать электронные полисы ОСАГО через интернет. Самарская область получит почти 92 миллиона рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Правительство Самарской области выставило на торги 8 иномарок. Общая стоимость всех лотов – 3 миллиона рублей. А Самарский авиационный завод «Авиакор» принял на капитальный ремонт первый в 2017 году самолет Ту-154, который принадлежит Министерству обороны. В целом план загрузок завода на этот год – 4 самолета. На этом все. Удачи в делах! Свыше 8 тысяч тонн снега в сутки вывозят дорожные службы с самарских улиц. Работу им усложняют обильные осадки. На уборку снега рабочие и спецтехника выходят каждый день. В первую очередь очищают дороги, по которым ездят автобусы и трамваи. Куда отправляется снег с городских улиц, узнала Алина Чемерес. Что им снег? Метр за метром с улицы Партизанская исчезают завалы. Дорожные службы капризов погоды не испугались. Бросили все силы на борьбу с последствиями стихии. Сначала снег убирают с тротуаров, формируют валы вдоль проезжей части. Затем спецмашина ловко сгребает увесистый сугроб в кузов КамАЗа. Чтобы не мешать движению, основные работы проводят ночью. Днем лишь очищают остановки и пешеходные переходы. В первую очередь, внимание улицам, по которым ходит общественный транспорт. Улицы с совмещенными трамваниями, как в данном случае. Допустим, Пахачевского, это Киевская. В центральной части, допустим, Фрунзо, она заужена довольно-таки. Куйбышево. Это, в принципе, центр нашего города, скажем так, туристического, который, в принципе, убирается, ну, в первую очередь, скажем так. На уборку самарских улиц дорожные службы выходят каждый день. В сутки вывозят десятки КамАЗов со снегом. Это свыше 8 тысяч тонн. Обороты планируют наращивать. В этот раз на очистке города трудится более десятка спецмашин. С городских улиц снег поступает на полигоны. Всего в Самаре их пять. Конкретно этот. На улице Лунная может вместить 25 тысяч тонн снега. Он оборудован камерой видеонаблюдения, которые фиксируют номер КамАЗа и полностью ли он загружен. Здесь многометровые снежные сугробы будут дожидаться теплой погоды, чтобы растаять и через систему очистных сооружений отправиться в ливневую канализацию. Алина Чемерис, Артем Сулайман, События. Далее, коротко о других событиях дня. Стало известно, когда официально откроют Кировский мост. Это может произойти до конца апреля 2017 года. Сейчас движение по нему осуществляется по временной схеме. Напомним, мост был построен в 2014 году. Тогда же была организована и временная схема движения по нему. Однако сооружение до сих пор не введено в эксплуатацию. Постоянные срывы сроков связаны с необходимостью переноса коммуникаций в районе Черновского водохранилища, в том числе нефтепроводов. В Самаре все чаще неправомерно заставляют людей менять электросчетчики. Массовым обходом квартир занимаются сотрудники ферм «Отдодневок». Они убеждают доверчивых граждан в необходимости установки нового прибора. Свои требования злоумышленники обосновывают возможной неисправностью устройства или с течением срока его службы. И, разумеется, услугоплатная – от полутора тысяч рублей. Выходные в Самаре будут морозны, обещают областные синоптики. Впрочем, холод будет вполне терпимым. В субботу днем – минус 13-18, ночью – от 18 до 23 градусов мороза. Небо почти ясное. В воскресенье слегка потеплее. Дневные температуры будут колебаться от 10 до 15 градусов. Пойдет небольшой снег, местами метели. Увлекательные экскурсии и восхитительные зимние пейзажи. Ширяево в снегу видели немногие. Теперь у самарцев и гостей области появилась такая возможность – открыта переправа по Волге. Кроме того, здесь появилось много туристических направлений. Чем заняться в Ширяево зимой, узнала Марина Матвейшина. Бревенчатый дом, резные оконца с морозными узорами и двор в глубоких чистых сугробах. Уже только за тем, чтобы ощутить настоящую русскую зиму, стоит посетить дом-музей Ильи Репина в Ширяево. Живописец жил здесь, когда собирал материал для своей картины «Бурлаки на Волге». В доме сохранились рисунки, наброски, этюды и эскиз Репина. Интерьер избы доподлинно восстановлен. По соседству дом, в котором жил знаменитый поэт Серебряного века Александр Ширяевец. Именно в этом доме родился будущий поэт Александр Ширяевец. С тех пор в усадьбе ничего не поменялось. И уникальностью этого интерьера является то, что большинство предметов, которые находятся здесь, не привнесены извне, когда был организован музей, а принадлежат именно этому дому. Что сейчас для музеев – большая редкость. Избы музея не отапливаются, зато после экскурсии работники угостят горячим травяным чаем. Здесь особо чтут русскую культуру, и поэтому музей постоянно проводит традиционные чаепития. Праздники отмечают с настоящим русским размахом и устраивает чтение стихов Ширяевца. Ширяевец писал. Между горы залегло в жигулях мое село рядом. Волга плещет, льнет, а былом поет. Супротив царев курган, память сделал царь Иван, а кругом простор такой, взглянешь, станешь сам не свой. Изумительная природа, которая привлекает в Ширяево туристов летом, теперь готова показаться и в зимнем одеянии. До поселка впервые организована переправа по Волге на судне на воздушной подушке. И если раньше туристическая жизнь в поселке замирала, теперь организованы зимние туры. Лыжные прогулки и экскурсии до Каменной Чаши и на Попову гору, посещение музеев. У нас появляется возможность, учитывая, что появляется логистика в село Ширяево, формировать туристические маршруты. Это могут делать как самостоятельно группы жителей Самарского региона, которые могут приобрести билеты на это судно на воздушной подушке, приобрести билеты в национальный парк. Также, учитывая, что маршрут данный стал регулярным, его можно посещать и в будние дни, и в выходные, соответственно, у туристических компаний появилась возможность организовывать групповые экскурсии. Специалисты отмечают, поселок уникальный по своему туристическому потенциалу, а потому необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Эпизоды легендарных итальянских фильмов сквозь призму фотокамеры. В Самарском художественном музее открылась персональная выставка фотографа Олега Давыдова. Проект «Приглашение в кино» автор снимал на севере Италии. На каждом снимке зрители без труда могут узнать фрагменты самых известных фильмов. Маленькое путешествие в Италию совершила и Алина Чемерес. Кадры известных итальянских фильмов, застывшие на фотоснимках. Автор словно нажал на паузу и кажется, будто на фотографии вот-вот сменится эпизод. Проект «Приглашение в кино» фотограф Олег Давыдов снимал на севере Италии, на родине своего любимого режиссера Бернандо Бертолуччи. Дольче Вита, Мама Рома. В каждом кадре прочитываются эпизоды легендарного кино. Автор старался не копировать фрагменты фильмов, а воссоздать их. Самых узнаваемых кадров избегал сознательно. Велико соблазн сделать римские каникулы и купание в платье. Не было кадра, как в Маленье Монике Белуччи, когда она курит, и мужики прикуривают несколько рук тянут. Они слишком очевидны. Почти все фотографии здесь черно-белые, только одна цветная. Такова задумка. Как воссоздавался эпизод из фильма «Пазолини», где героиня Анна Маньяни продает овощи на рынке, чтобы помочь сыну, запечатлели итальянские журналисты. Атмосферу тех мест, где проходили съемки, почувствовал и почетный консул Италии. Он просто понял, какая душа есть на вот эти места. Это большая поляна, где есть река По. Это самый большой рек в Италии. И на вот это поляна есть просто вот эти места, которые ты не можешь перепитывать. На всех 30 снимках в главной роли давняя знакомая Олега Давыдова, Аля Алферова. Девушка признается, было лестно примерить на себя образы великих актрис. Самый удачный, на мой взгляд, это образ там, где девушка стоит в ресторане. Она такая печальная. И в этом, наверное, есть немного меня. Давно не было такого эстетического удовольствия и понимания того, что наша женщина настолько красивая, утонченная. Как вы знаете, в лице есть и духовность, и эстетика одномоментно. Автор выставки Олег Давыдов планирует продолжение проекта, а горожане, не покидая Самары, могут побывать в Италии до 12 февраля. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Революционер, прошедший тюрьму и каторгу, ставший командующим Южной группой войск. Его талант полководца проявился в Самаре. Со дня рождения Михаила Фрунзе исполнилось 132 года. Отпраздновать эту дату гости собрались в доме музея командарма. Фильм о судьбе Фрунзе и спектакля о его жизни в Самаре увидела и Алина Чемерис. В этом доме, на улице, названной его именем, Михаил Фрунзе прожил ровно год. С 29 января 19 по 30 января 20. В этот день, со дня рождения командарма четверки, исполнилось 132 года. Всех тех, кто решил отпраздновать это знаменательное событие, встречают ребята, одетые в форму бойцов Красной Армии. В этом доме Михаил Фрунзе жил со своей семьей. С 34 года это музей. Сохранились предметы, которыми пользовался известный революционер. Подарили Михаилу Васильевичу солонку с дарственной надписью. То есть Михаил Васильевич Фрунзе в 19-м году, даже по воспоминаниям жены и воспоминаниям Михаила Васильевича Фрунзе, то есть пользовался этим прибором во время приема пищи. То есть мы сейчас находимся как раз в столовой. То есть раньше здесь была столовая. В доме музея Михаила Фрунзе гостям показывают советский фильм о судьбе Красного командира. Прежде чем оказаться в Самаре, он прошел тюрьму, был приговорен к смертной казни, шесть лет трудился на каторге. Подпольщики знали Фрунзе под псевдонимом Михайлов. Будучи командиром 4-й армии, он формирует в Самаре первые боеспособные подразделения. До этого здесь были только неорганизованные революционные отряды. Согласно воспоминаниям своего командира, бойцы любили и уважали. Он был обаятельный, очень общительный. Вы помните, что он был одним из первых большевиков, а первые, кто вступал и обычно проводил агитацию в большевистских партиях, это были блестящие ораторы. Он мог вдохновить людей, мог повести за собой, мог пообщаться с каждым на любую тему. Картину того, как жил и работал красный командир, воссоздают волонтеры. В небольшом спектакле зрители видят и самого Фрунзе, и Чапаева, и жену командарма Софью. Она подносит ему лекарства. У Фрунзе во время пребывания в Самаре то и дело обострялась язва. В самые сложные периоды жизни супруга всегда была рядом. Как она его поддерживала всегда, как она его спасала, перевозила под видом психически больного, организовала его перебравку в Москву. Они там, с тех пор они вместе. Умер Михаил Фрунзе спустя пять лет после отъезда из Самары. Не перенес операцию язвы желудка. Сегодня во многих городах России есть улицы, названные именем революционного командира. В Самаре, на доме, где жил Михаил Фрунзе, установлена мемориальная доска. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Кубок легенд в поселок Усть-Кенельский приехали вручать победителям хоккейного турнира прославленные игроки, чемпионы мира Борис Михайлов и Борис Майоров. Новости спорта продолжит эфир. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В поселке Усть-Кенельский студенты сельхозакадемии не только учатся быть аграриями, они еще играют в хоккей. Местная команда Кенелягра четвертую зиму проводит турнир Кубок легенд. Вручать призы приезжают легендарные хоккеисты прошлого, чемпионы мира Юрий Лябкин, Борис Майоров, Владислав Третьяк и Борис Михайлов. В этом году студенты в финале проиграли Монолиту из Пестравского района 5-7, однако игрой остались довольны. Ну это все-таки праздник хоккейный, все-таки для публики, для народа, для развития молодежи, вот для этого мы играем. Пестравская команда каждый год приезжает в Усть-Кенельский за Кубком легенд и только с четвертой попытки завоевала трофей. Победу в этом турнире известный тренер Самарской области Олег Шлыков считает заслуженной. В команде Агро и в нашей команде многих хоккеистов, которые им прошли майскую школу, это Вагра, Емельянов Денис, здесь у нас играли Ланкин Павел, Ламанов Михаил, он тоже прошел, ставший лучшим игроком в нашей команде. Они пошли всю школу золотой шайбы. После финального матча любители шайбы легендарных гостей Бориса Майорова и Бориса Михайлова просто так в Москву не отпустили, устроили импровизированную пресс-конференцию. Вопросы задавали на злобу дня, например, почему профессиональный хоккей в России последние годы деградирует. Мы перестали тренироваться. Мы только играем. Они просто не могут расти. Что такое тренировка? Тренировка – это бесконечное повторение одного и того же приема до тех пор, пока ты его не освоишь. А если ты этот прием не тренируешь, как ты его можешь применить в игре? Слаборазвит и подростковый хоккей во дворах. Золотая шайба не обеспечивает ни формы, ни чем. В свое время, когда мы говорили о дворовой команде, мы, может, слово такое здесь здесь нет, мы водосточная церковь, знаете, колено выбивали, под себя делали, это были щитки. Спасение хоккея в России делал рук любителей хоккея в каждом городе и деревне. Игроки и тренеры Усть-Кенельского и в следующем году планируют разыграть Кубок Легенд. А чтобы вернуть трофей себе, послушав легендарных хоккеистов, вышли на лед. Тренироваться. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok